Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Гвинт. И сегодня бы я хотел поговорить опять о монстрах, о вариации их колоды. Одной из вариаций колоды, которая им доступна, так скажем, которые в мете у нас есть, которыми играют активно. Это, ну, я назвал эту колоду Армия Туманников. Здесь, в общем-то, все завязано именно на них. Ну, отчасти, да? Ну, в основном, скажем так. У нас есть непосредственно Туманники, у нас есть Найкеры Войны, которые будут плодить Туманников. У нас есть Погода просто по максимуму, в частности, и Лидер Дагон, опять же, да, чтобы потом призывать этих Туманников. Также с этой целью здесь Леший. Немножечко у нас есть Мороза в качестве... Мороза у нас гарантир, он у нас неуязвим, плюс призывает, создает эффект Мороза. Белый Хлад, эффект Мороза. В некоторых ситуациях Мороз неплохо так помогает. Ледяной Великан, в принципе, тоже неплохо, когда есть Мороз, он 14 единиц силы, суммарно дает отличная тема. Какую-то мелочь бить Гюнтер 1, плюс создает призраков, которых можно, к примеру, бафнуть Громом. Ну, преимущественно, Громом мы будем хотеть использовать на Туманниках, опять же. Оволак. Чтобы как-то по картам в приоритет выходить. Мне бы сюда еще чуть шла, но мне пока что не хватило на него. Вообще, это довольно-таки дорогая колода получается. На первых порах вам ее, конечно, никак не собрать просто. Тут нужен и карантин, левший ключник, опять же. Очень, очень и очень нужен в этой колоде. Но, и что бы я еще здесь поменял? За место казни я бы взял, скорее всего, чучело. Да, чучело. И командирский урок я здесь взял просто по той простой причине, что не нашел на его место, опять же, ничего. Но есть кое-какие варианты. Давайте сейчас выйдем. Какие у нас там могут быть варианты? Выходить вперед по приоритету, так скажем. Да, вообще очень важно в Гвинте ходить последним, так скажем. Потому что у тебя, получается, преимущество есть. И добиться этого преимущества не так-то просто. Вот так, у нас сейчас все карты. Так, давай нейтральные. Где ты, где ты, где ты, парень? Вот. Оквист. Оквист. Тоже неплохо заходит. Можно еще пытаться Сару играть, в принципе, да? Если она есть, ну, на ранних порах. Допустим. Потому что мы много полугода играем, она будет по 3 единицы силы получать, к примеру. Ну, то есть там вариаций вообще много этой колоды. Может быть, и разный я встречал. Но мне как-то вот так пока получилось собрать колоду. И в целом она играется довольно-таки неплохо. Погнали. Мы, наверное, сразу пойдем в рейтинговый матч. И от этого будем плясать, я думаю. Нашелся у нас противник. Давайте посмотрим. У меня сердце анкрайт. Ага, крах анкрайт против нас. Он может призвать двух воинов клана анкрайт. Ну и посмотрим, что у нас получится. Сейчас посмотрим, во-первых, какая рука придет. Так, неплохо. Накеры воины есть. Ключник, леший. Тоже круто. Так, туманник мне в руки нафиг не вперся. Еще бы погодки. Давай, гром. Ага, спасибо. Почти погода. Да, почти погода. Ну окей. А хотя я могу через вот этого парня сыграть. Через лешего сразу. Резко и дерзко, да? Тут что у нас? Туман, ливень. Да, давай через лешего сразу. Поехали, да и все. Дагон в любом случае всегда нервирует противника. Потому что я могу в любой момент, по идее, пока у меня есть Дагон, разыграть погоду. Окей. Разыгрывай этого парня. Если он его раскачает сильно, я его потом смогу из отброса из его же забрать. Да, да, да. Качай. Качай, парня. Мы его у тебя потом заберем обязательно. Пока что плодим туманников. Коровка подъехала. С коровкой я потом не хочу разбираться. Давай мы ее спорами зафигашем. В никуда. Чтоб потом там бес никой не вылазил. Ага, противник пасует. Ну окей. Я тоже пасую. Давай посмотрим. Кто у нас там первый ходит. Может быть удастся его сразу за раш тупый и вторым раундом выиграть. Конечно, говно какое-то мне оставили. Которое у меня улетело в никуда. Так, хорошо, погода есть. Мой ход. Давай смотреть, что у тебя тут. А, когда вернется сброс, добавьте 4 к изначальной силе. Давай мы тебя заберем его сразу, чтоб ты как бы обломался по полной парень. Чтоб меня Кракен проглотил. Как бы не ждали. Ну и в любом случае, я его могу на карте нехило развести, по идее. Если все получится. Я его немножечко... Я немножечко его планы, походу, сломал. Противник тупо сдался. Давай пожелаем ему удачи. Лол. Просто лол. Окей. Так, что мне-то по рейтингу. До 4 еще не добрались. Ну погнали тут же сразу. Еще бой. Да. Парень совсем обиделся. Он мне забрал его чувачка. Он, видать, хотел вокруг него как-то игру строить. Ну, ключник этим и хорош. Ключник просто прекрасен. Когда вражина какая-нибудь пытается что-то кого-то раскачать, что-то замутить. А ты его просто забираешь из броса, как бы. С кладбища, вернее. И все. Нет. Планы противника идут в тартарары. Жги гнездо паразитов! Фольтес. Ага. Посмотрим, что будет стараться Фольтес сделать против нас. И какая рука нам нынче попадется. О, у нас оволак есть, кстати. Туманники, чего вы лезете? Иди прочь. Гарантир оволак. Уже неплохо. Куча грибов. Так, ну, чересчур куча. О, ключник пришел. Давай еще что-нибудь попробуем. Так, окей. Неплохо в целом. Я бы хотел двух накеров воинов, конечно, видеть. Ну, посмотрим. У нас где есть грибы. Если он что-то там замыслит. Что ты там замыслишь? Сыри. И плотву он играет. Ну, ок. Ну, мы по тактике идем. Мы плодим своих... ...туманников. Отряд! За мной! Угу. А золотить-то отряды собрался. Ну, окей. Что я буду делать, в свою очередь, да? Как мне здесь-то побеждать? Ну, по-хорошему... ...давай туманный ливень создадим. И будем пытаться истреблять тогда этих риданских гавров. Что ты там будешь делать? В такой ситуевине. Он может... У него погодные какие-нибудь эффекты вообще есть? Нет? Призывает, призывает. Ну, давай расщепим просто немножечко ему, как бы, карты стусуем. Ажди, ты сюда прям улетел? Риданский элитный воин. Ммм, противник пасанул. Окей. Давай мы Авалакха ему вкинем. Ажди, если я вкину Авалакха. Это будет не совсем удачно. Ладно. Мы ему на следующий ход можем, ну... ...закинуть Авалакха, я думаю, без проблем. Леший притопал, окей. У него преимущество по картам, но это ненадолго. Что у тебя есть? У тебя есть риданский элитное войско, вот это вот на 6. Давай мы у тебя его заберем сходу. Чтоб ты как бы немножечко тоже подобломался. Как тебе так? Да здравствуй, да здравствуй. Конница какая-то. Давай немножечко по картам сравняемся. Окей. Мне нужен туман, теперь получается, и накером воином поработать. Давай туман. Белым хладом фиганем. Так, каждый трех ход отнимайте две единицы силы, случайно не золотого отряда противника. Но мне пофиг, мне надо похлодить. И мне все норм будет. Идем уже! Так-с. Хочу ли дальше вести нашу битву? Я не уверен. Я не вижу смысла. Мы более-менее сравнялись по картам. Так, конечно туманник. Ну, минус, конечно, тактики игры на туманника в том, что, во-первых, откуда-то в руку мне туманник прилетел. А, ну я же их сделал, само собой. Давай уже заканчивать. Окей. Держи. Чего надо? Медичка, медичка. Что ты у нас там замыслил? Каждые три хода отнимайте, да? Ну, допустим, допустим. Пятерка, да? Давай мы тебя просто уничтожим. Ты меня что-то не особо впечатляешь. Не хочу с тобой дел иметь. Ага. Ну, первый ряд пофиг. Плоди, пожалуйста. Пожалуйста. Не жалко. У меня белый хлад, все понты. Кстати, насчет него. Погнали. Ну, мороз в данной ситуации, но тоже сойдет. Посмотрим. Может быть, на погодку. Ну, он погодку не будет тратить, потому что у меня здесь догон. Скорее всего, не будет. Ага. Эти, братцы-крабацы. Что-то еще скажешь? Ну, что я могу сделать? Я могу, конечно, дальше вот так играть. Через туманников. Какие у тебя варианты, что ты хочешь противопоставить? Ага. Окей. А, туманников не будем бафать. Немножечко опасно. Давай вот собак. Даже так, да? Вот здесь уже вот интересно. Если туевина вырисовывается, а что у меня? Колода. В колоде есть карты. Что у нас в колоде есть? А, гюнтер есть, по идее. Достану ли я гюнтеры? Давай попробуем. Я могу вообще достать? Нет, я могу этого достать. И плодить туманников. Просто если у него есть рассвет, то я как бы проиграл, конечно. Ну, если у него нет рассвета, то все хорошо. Я без понятий, чувак. Чего у тебя там? Ну, если у тебя рассвет, мы так-так проиграли. Если у тебя не рассвет, то ты проиграл. Ну, рассвет, конечно же. Чистое небо. Ну, приоритет по картам у него. Был бы у нас приоритет, была бы за мной, соответственно, победа. Вот наглядный пример того, как решает все-таки преимущество, да? Последний ход. Последний ход. Если бы он передо мной как бы походил, то да. Ну, допустим. Давайте-ка еще одну карту. Последнюю, так сказать, посмотрим, что получится. Ну, и карты, конечно, не самые топовые. Зашли не так, как хотелось бы. О, против нас Эридин. Давай посмотрим, что здесь получится. И на чем он свою колоду построил? Так-с, два накер воина уже хорошо. Гюнтер есть, ключник есть. Так-с. Это мне сразу не нужно. Громов мне столько тоже не нужно. Туман мне еще подвезите, пожалуйста. Туманник. А, все в смысле я просрал, да, свое счастье? Гребаный туманник. Ну, окей. Давай посмотрим, на чем там свою колоду строит наш оппонент. Что он сможет сделать вообще. Ну, если бы он сейчас туман юзнул, было бы классно. Я бы сразу накер воинов в дело пустил. А, так даже. Прикинь, чем я тебе отвечаю, чувак. Одним туманником. Ну, окей. Мне пока туман ничему особо не нужен. Я как бы вот так вот. У меня нормально. Так-с. Ага. Бес. Так, у нас тут белый хлад есть. Окей. Как-то так. Я не понял, а зачем он древнего туманника разыграл, а не разыгрывает туман? В принципе, я сейчас могу белым хладом бомбануть, и мне норм будет. Ну, более-менее. Он просто пасует. Да, я, пожалуй, пасанучего мне. Туманников я наплодил, все нормально. Мы их разыграем. Что, парится туман пришел в руку? Отлично. Еще нахер, воин. Шикарно. Шикарно. Наш план с туманниками обещает как-то реализоваться. Цири. Ну, допустим, цири так цири. Туман. Наша войска, да? У него есть туманники. Я вам что-то как-то хитро пытался что-то намутить с ними. Но что-то так и не намутил. Да, цири туманника разыгрывает. Удачи. Мы продолжаем плодить. Ммм, кинтурадим. Серьезно, парень? Лови. Как тебе так? И пошел гинтерадим на гинтерадима. Красиво, красиво, че? Я, пожалуй, как-то так бафнусь. Если че, могу призраков бафнуть. Че, я у тебя забрать могу. Если че, я тебе могу, к примеру, беса забрать. Разыграть в первую линию. А, пасует парень. Окей. Тоже пасуем, че нам. Так-с. Ну, само собой. Авалак нам не пришел, но окей. У него преимущество по картам. У меня еще и первый ход. Что я у него могу забрать? Я могу у него древнего туманника забрать. Могу у гинтерадима, по идее, да? Но это будет позже. Давай пока как-то так сыграем. Все будет очень сильно зависеть от того, есть ли у него рассвет. Что если есть рассвет, у нас определенного рода проблемки. Но у чувака нет рассвета. Очевидно. Просто психанул. Так, ну, рейтинг как-то растет. Ну, получается, как-то так играется эта колода. Колода довольно эффективная. Давайте, кстати, вот, покажу вам списки лидеров, чтобы вы понимали вообще, кто у нас тут в топах сидит. Победы, поражения. То есть, смотрите. 391 победа, 315 поражений. То есть колода составляется так, что хотя бы раза в полтора чаще она должна побеждать. Наверное. 237 побед, 192 поражения. Как они вообще в топе тут сидят? В чем фишка? Ну, окей. Но вот эта колода, она довольно-таки эффективна. И где-то 8 из 10 боев, я думаю, выигрываем. 7-8. Что довольно неплохо, наверное. Потому что, ну, всегда побежать вы не сможете в силу того, что... То рука не зашла, то против вас контрпик там идеально подобрался. То затупили, то не затупили, но не затащили. Потому что, опять же, контрпик какой-нибудь. Или рука не зашла. Ну и так далее. По кругу. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok